Саламас Тармакруме Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я хотел бы провести эфир по событиям, которые сейчас происходят в Шимкенте. Около мечети собрались жители Арысия. Администрация области и города, как обычно, не справляется с текущими проблемами. Жители Арысия рассказывают о том, что реально не видят помощи со стороны государства. Они говорят, что да, есть помощь со стороны жителей, но именно государство не решает их вопросы. Более того, Назарбаев заявил, что к концу этой недели, 27 июня, жители Арысия должны вернуться обратно в город. Я смотрел прямые репортажи ОЗДК и видел, что люди возмущены. Они категорически отказываются ехать обратно в Арысь. По сути дела, город выглядит сейчас как минное поле. Хотя власти заявляют, что сейчас идет разминирование не разорвавших снарядов, жители говорят, что в город нельзя возвращаться. Ну, во-первых, потому что снарядами завалено не только город, но и окрестности, около железной дороги и других местах. Во-вторых, там, по сути, погибли животные от результатов взрыва. То есть, фактически эти снаряды выделяют, видимо, какие-то вредные вещества. Много снарядов сквозь крыши домов пробились в дома, в жилье людей, в подвалы. И предстоит серьезная работа, чтобы обезвредить их. В любом случае, жители города Арысь категорически отказываются, в принципе, возвращаться в это место, считая, что они будут подвергать свою жизнь опасности, жить как бы на минном поле, с одной стороны, с другой стороны. Просто они считают, что экологическая обстановка не соответствует любым нормам, которые позволили жить человеку. Поэтому жители Арыси требуют, чтобы власти страны решили их жилищные проблемы, вопросы с трудоустройством и так далее. Вообще, эти события в Арысе показывают, насколько беспомощна наша власть. И события в Арысе показывают другое, очень важное. Очень многие наши граждане, миллионы, миллионы говорят, что они далеки от политики, они не будут заниматься политикой, что политика грязное дело, что они не хотят этим заниматься. Но, уважаемые друзья, политика это все. Это ваш чистый воздух. Это ваша достойная работа. Это ваше жилье. Это ваши социальные платежи. Это проблемы многодетных матерей. Это все. Это плохие дороги и так далее. Если вы говорите, что вы не будете заниматься политикой, то не удивляйтесь, что у вас плохие дороги, что у вас нет работы, что нет рядом производств, что безнаказанно различные предприятия, но султан Назарбаев осуществляет выбросы в атмосферу, а вы этим дышите, а затем начинаете болеть разными болезнями, включаясь смертельными, как рак. Вот, собственно, так. Если ты не занимаешься политикой, если ты отказываешься заниматься политикой, то политика упрямо придет в твой дом и нанесет тебе огромные бедствия. Я хотел бы сейчас сказать, что только на этом маленьком примере, именно я хочу подчеркнуть маленьком, потому что в таком состоянии опасно находится вся страна. Все 18 миллионов жителей страны находятся в опасной ситуации. Вот на этом маленьком примере можно увидеть цена вопроса, когда человек не хочет заниматься политикой. Сейчас по разным оценкам говорят, что, чтобы эту проблему решить принципиально, переселить такое количество людей требуется около миллиарда долларов. Ну, по моим оценкам, меньше, около 500 миллионов долларов, чтобы кардинально проблему решить. И эти деньги у страны есть. Но вы понимаете, да, кто создал эту проблему? Эти склады попали в Казахстан еще в советские годы. И все 30 лет правления на Султана Назарбаева эти проблемы не решались. Притом взрывы происходили многократно. И правильно жители Арыси говорят. А зачем нам туда возвращаться? Чтобы нас окончательно похоронили там? Сколько там было взрывов? Власть же эти проблемы не решала. Почему она сейчас эти проблемы решит? Она их не решит. Более того, эта власть требует, чтобы люди пошли обратно на минное поле, начиненное различными снарядами взрывчатыми. Вот видите, что происходит? То есть Назарбаеву и его окружению все равно. Они опять хотят народ толкнуть в то самое место, где неизвестно какое количество людей погибло. Они даже скрывают количество жертв. Даже сейчас, посмотрите, казалось, приехал Хасмжумар Такаев. У него была возможность стать, ну заработать, скажем так, какие-то очки. Он нелегитимный президент. Народ его не избирал. Его просто в результате фальшивых выборов назначили президентом. И он мог сейчас, имел шанс проявить себя. Он пообещал, что будут деньги, пообещал помощь. Что получилось в итоге? Они начали собирать деньги у людей. Опять же, в приказном порядке предприятия получили команду. К нам идут сообщения, что людей принуждают по несколько тысяч тенге ежедневный свой заработок перечислят в фонд пострадавшим. То есть, все эти ошибки, все эти преступления Назарбаева оказывается, снова должен оплачивать народ. Но обратите внимание, 6 июля будет празднование Дня столицы. Будет празднование Дня рождения Назарбаева. Мы же все прекрасно понимаем, что столица к этому никакого отношения не имеет. Будет празднование Дня рождения Назарбаева. То есть, миллиарды тенге будут бесплатно растрачиваться. Деньги будут тратиться из бюджета страны. Из бюджета страны за счет налоговых поступлений, ваших налоговых поступлений. А оказывается, когда случается трагедия в Арысе, по вине Нурсултана Назарбаева должен платить снова народ. Сейчас власти снова отключили интернет в Шимкенте. Потому что тысячи людей вышли на улицы. Заблокирована одна из улиц Траст города Шимкента. И напуганная власть, вместо того, чтобы решать эти вопросы, они снова блокируют интернет, снова подтягивают отряды милиции и не в состоянии разговаривать с народом, не в состоянии решить элементарные вопросы. Люди жалуются, что у них нет самого простого. То есть, люди сами, с другой стороны, жители Шимкента, помогают им, чем могут, приносят изношенные вещи и так далее. И арысцы говорят, мы благодарны своему народу, народ нам помогает. Но они не чувствуют этой помощи со стороны правительства, которая абсолютно глуха к своему народу. Мы видим, что очень много людей хотят поддержать арысцев. Уважаемые друзья, уважаемые жители города Шимкента, вы сейчас вместе с теми, кто пострадал в Арысе. Именно вы можете повлиять на власть, именно вы, если выйдете и поддержите арысцев, которых всего лишь несколько десятков тысяч в Шимкенте и которых по сути дела власть может различными приемами просто опять запугать. Если вы Шимкенте выйдете, им поможете, если вы присоединились к этому протесту, я уверен, что власть хоть как-то начнется двигаться в их сторону. Но, уважаемые друзья, эти события показывают, что власть не в состоянии решать вообще никакие проблемы, в принципе никакие проблемы. Этот режим изжил себя, изжил себя полностью. Поэтому никаких, я считаю, вариантов нет, как добиваться смены режима. 6 июля в 19 часов мы организуем массовые протесты по всей стране. Шимкент до последнего момента спал. Спал восток Казахстана, спал Кустанай, спят многие регионы страны. То, что произошло в Арысе, это сигнал для всех граждан страны. Пора менять политическую систему. Пора выгонять эту политическую верхушку. Должны прийти новые силы. И мы вместе со всем народом должны решать все накопившиеся проблемы, в том числе и те, которые сейчас произошли в Арысе. Уважаемые друзья, я вчера выступая в чате активистов ДВК, объявил, что мы 30 июня не не будем выводить наших сторонников на митинги 30 июня. Дело в том, что два человека получили разрешение в Алматы и в Астане. Но если мы накануне были готовы поддержать митинг в Алматы, то увидев, что власть на тот же день дала разрешение некому Айдыну Гюбаеву, которого многие обвиняют, что он является провластным человеком, мы поняли, что мы не должны идти на поводу у власти. Именно 6 июля мы будем проводить массовые митинги протеста по всей стране, требовать отставки Шала и всей его политической верхушки, и мы не будем спрашивать разрешение, где и когда проводить нам митинги, потому что в соответствии с международными соглашениями, которые подписал Казахстан из Конституции нашей страны, мы не обязаны спрашивать разрешение у власти, мы имеем возможность и право только уведомить их, что мы проводим митинги. Итак, мы уведомляем власти Казахстана, что 6 июля в 19 часов по Алматы мы проводим акции протеста по всему Казахстану. 30 июня наши сторонники не идут на митинги, организованные непонятными людьми в Алматы и в Астане. Еще раз, уважаемые сограждане, если ты не будешь заниматься политикой, политика займется тобой. Пора нам всем заняться политикой, пора нам добиться смены власти, пора нам всем взять свою судьбу в свои руки. я призываю жителей города Шимкента поддержать арысцев, поддержать жителей города Арыси, которые пострадали из-за действий Нурсултана Назарбаева, помочь нашим согражданам решить принципиально все вопросы. У нашей страны возможности есть, если мы сейчас их не поддержим. Если каждый из нас будет думать, что это просто далеко в Арыси, то не удивляйтесь, что когда завтра вы будете взывать о помощи к своим согражданам, помощь к вам не придет. Еще раз, уважаемая Арыси, я выражаю вам поддержку, соболезнования всем тем, кто потерял своих близких. Демократический выбор Казахстана безусловно возглавив правительство страны, а это будет очень скоро, будет всем народом помогать вам решить ваши проблемы. Алга, Казахстан!